Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Утро на Болткоме Почему? Нет, я ношу очки периодически, но у меня, к сожалению, не стагм, и мне немножко тяжело бывает, у меня очки начинают уставать глаза, потому что у меня по-разному видят левый и правый глаз, и когда начинаю скашивать глаза, у меня начинается тяжелая головная боль. Я не знаю, кстати, потом... Валерия, надо спасать моего коллегу. Приходите к нам в офсику. Можно подобрать даже с ней стагмом очки? Можно подобрать, конечно. Все. Здорово. Договорились. Вот как здорово можно использовать служебное положение. Сразу навести мосты, узнать, где, когда, куда приходить. Это же статья такая была замечательная в уголовном кодексе. Использование служебного положения в корыстных целях. Ну, ладно, здесь не будет в корыстных целях, просто использование служебного положения. А мне вспомнилась вот твоя подводка по поводу очкарика в детстве. Я вот, например, очки ношу с первого класса. Вообще никаких проблем. То есть, да, пытались задирать пальцем, показывали, очкарик. У меня какая-то всегда такая была, наверное, скучная реакция. Я пожимал плечами и говорил, да, я очкарик. Ну и что? Ну, в смысле, да. Дальше-то что? А дальше как-то вот мой визавис дувался, как правило. Говорю, ну, действительно, а что дальше? Пойдем на урок. Но ведь очки действительно, они становятся модными аксессуарами. Сейчас огромный совершенно выбор. И многие люди даже говорят с хорошим зрением. Иногда просто носят очки с простыми стеклами, ну, для того, чтобы выглядеть стильно, более умно. Я знаю, чипстеры вот эти вот. Приходят в оптику прям с вопросом, что хочу очки для стиля. И мы им просто выбираем что-то, что подходит, ну, и по внешним параметрам, чтобы это соответствовало их всем вкусам. И предлагаем просто поставить, например, какие-нибудь линзы, которые все-таки будут им какой-то бонус давать. Не только стиль, но все-таки, чтобы какая-то функциональность этих очков тоже была. А, например, какая? Ну, например, самое распространенное в последнее время – это защита от компьютера. То есть, чтобы у линз была защита от предного синего спектра света. Соответственно, если много времени человек проводит за компьютером, перед монитором или даже с телефоном в руках, то просто глазки меньше устают, меньше напрягаются, больше комфорта. У меня у бабушки была всегда проблема куча. Были специальные очки для чтения, специальные очки для просмотра телевизора, специальные очки для выхода на улицу. И вот она, обложившись этими очками, она все время боялась перепутать, потерять какую-то из этих пар. Вот сейчас есть ли такая необходимость, много всевозможных пар очков держать под рукой? Ну, так как технологии не стоят на месте, сейчас вот очень удобная и современная альтернатива многим парам очков, которые нужны – это одни-единственные очки с прогрессивными линзами, которые вам обеспечат зрение на всех расстояниях в зависимости от того, через какую зону непосредственно в очках вы в данный момент смотрите. То есть вверх – это у нас таль, опускаем взгляд вниз, получаем зону до чтения. Есть очень такой плавный переход, что вы ловите, в принципе, все средние зоны тоже. Компьютер, собеседник, телевизор в зависимости от того, на каком расстоянии он у вас находится. То есть раньше, я помню, были бифокальные очки, это трифокальные получается? Ну, эти считаются мультифокальными. То есть трифокальные – это очень так, наверное, грубо, потому что там нет зоны, там все зоны отдали для близи, там вот метра, два метра, три метра, все туда попадает. И бонус в том, что на бифокальных очках у вас было окошко, что внешне не всегда выглядит эстетично, то на прогрессивных рингах этого перехода совершенно незаметно, никаких окошек нет, и они выглядят как обычные очки молодого человека. Ну, невозможно не спросить, а насколько быстро глаза привыкают к такому разному фокусу? Ну, вот нам, специалистам, в данном случае не очень нравится слово «привыкать», потому что эти очки нужно научиться использовать. Хорошо, как долго длится обучение ношению этим очкам? Это очень индивидуально, потому что учатся не только ваши глаза, но и зрительная система в целом, потому что глаза – это у нас самый короткий путь к мозгу как таковому. И здесь просто важно себя сначала как-то настраивать на то, как вам через них посмотреть, а потом это будет автоматически. Это можно сравнить с переходом с кнопочного телефона на сенсорный. То есть вы когда взяли первый раз в руки телефон с сенсорным экраном, это не было моментально, чтобы вы поняли, что и как вам делать, вы учились это делать. И, соответственно, с очками тоже самое, вам нужно научиться их использовать, и тогда уже никаких проблем не будет. Ну, наверняка же есть какой-то опыт, который позволяет вам сказать, ну, в среднем это длится вот столько-то. Ну, в среднем… Ну, интересно. Ну, удовлетворите мою любопытство-то. Ну, в среднем, ну, в течение двух недель должна пройти полная добрация. Ну, вот, спасибо огромное. Это то, на что мы настраиваем. На какое-то время я могу помолчать. Сегодня, в конце концов, день тишины. А сколько примерно вот людей нуждается в такого рода очках? Есть ли какая-то статистика, которая говорит о том, ну, вот, с определенным возрастом, вот, какой процент людей требует ношения очков? Было проведено исследование именно вот в палатке и пытались выяснить процентуально, что у нас с этим происходит. В принципе, получается, что 57% респондентов именно вот в нужный период возраста от 40 до 55 лет, когда это произведение у нас начинает развиваться, соглашаются, признают, что у них проблемы со зрением есть. Но, фактически, этот процент намного больше, потому что 71% людей в этом возрасте уже начинает текст отдалять при чтении вблизи. То есть, в принципе, реальный показатель – это 71% людей, которым, в принципе, эти очки уже начинают быть необходимы. То есть, получается, что не все люди сознаются в том, что у них есть проблемы со зрением или, может быть, не осознают сами? В принципе, да, потому что вы на каком-то подсознательном уровне эту проблему пытаетесь решить немножко по-другому. Вы увеличиваете текст на мониторе или, например, делаете крупнее шлифт в телефоне. Лично на какой-то период времени проблему можно решить. Вы интуитивно начинаете читать текст от себя отдаляя. То есть, если вы, допустим, привыкли вот держать текст близко, то в какой-то момент вы просто интуитивно начинаете его чуть-чуть отдалять, и вы опять-таки ловите фокус, вы продолжаете читать. Опять-таки на какое-то время вы себя, как бы, эту проблему притупляете. Или, например, вы начинаете искать, где свет падает лучше, больше. То есть, ищите место лучшего освещения, и опять-таки фокус поймать можно, и вы таким образом эту проблему оттягиваете. Вы ее просто не решаете. Я помню... Нет, не помню. Что я хотел спросить? А, у меня два вопроса возникло. Первый. Вы в самом начале беседы упомянули, что есть специальная защита от компьютеров, даже от телефонов. В общем, гаджетов становится больше, сессии пользования гаджетами становится длиннее. Как-то замечено было, что зрение повсеместного и конкретно у жителей Латвии массово портится. И прям потоками идут ваши магазины. Это, конечно, хорошо, бизнес растет, но тем не менее. Ну, наверное, немножко с этим связать можно, потому что в эре, в принципе, всех этих электронных приспособлений, вы все-таки немножечко раньше ловите себя на мысли, что какая-то помощь вам нужна. Потому что вы начинаете быстрее уставать, и учитывая то, что вам нужно с этими гаджетами работать, вы как-то признаете, что проблема существует, и люди приходят и пытаются эту проблему решить. Когда этого всего было меньше, ну, соответственно, и такой острой необходимости делать это вовремя тоже было меньше. Ну да, очкарев, я так понял, становится все больше. А раньше я вспомнил, что я хотел сказать, что вот я помню, когда-то были профилактические занятия. Глаза там посмотрел вдаль, посмотрел вблизь, посмотрел вширь, посмотрел на нос и так далее. А сейчас кого-то учат? Вот в детстве, например, в школе даже нам говорили, так, дети посмотрели туда-сюда, вот такие гимнастики. Ну, мы про этой гимнастики, на проверках зрения, если мы говорим про детей, про молодежь, мы, конечно, рассказываем. И гимнастика это очень хорошо, и глазные мышцы, они укрепляются, все это очень здорово. Но если мы говорим про пресбиопию, это все-таки физиологические изменения в организме, которые появляются с возрастом. И, в принципе, их нельзя остановить, потому что, к сожалению, мы взрослеем, мы мудреем, организм тоже у нас стареет, хотя я очень люблю это слово. И, соответственно, глаза тоже как-то на это реагируют. Поэтому, в принципе... Ну, логично, да, возрастные изменения, согласен. То есть, получается, что у человека есть, ну, я не знаю, несколько отрезков жизни, которые связаны с очками. Это может быть детство, когда ребенку ставят зрение, это может быть юность, зрелые годы, когда очки могут быть просто стильным аксессуаром. И это уже время, я уж не знаю, возраст дожития, как это называют. Господи! Есть один российский крупный бизнесмен, бывший издатель, он называет возраст радости, у него целое движение есть, посвященное. Есть четвертая стадия, Элтон Джон. 158 тысяч оправ у тебя просто в коллекции. Ну, это, наверное... А есть, действительно, люди такие, которые помешаны на очках, и вот они... Я? Извините, молчу, молчу. Элтон Джон. Элтон Джон. Я и Элтон Джон. Это будут мемуары, я понимаю, что они... Конечно, есть. В принципе, когда к очкам привыкаешь, и когда ты начинаешь их любить, тебе всегда мало одной пары. Потому что одни хочется на работу, другое что-то стильное, больше там, как аксессуар куда-то на выход. Третьи, например, солнечные, которых тоже хочется видеть, потому что без очков или просто солнечных ты не видишь. Поэтому их может становиться все больше и больше. Мы говорили о прогрессивных линзах. Уместно ли спросить, насколько они дороже? Ну, сравнить цену с условно простыми? Или это некорректное сравнение с условно простыми? Нет уже простых линз? Опять же, ну, есть антибликовые покрытия различные и так далее. Ну, надо сказать, что цена на прогрессивные очки соизмерима с тем, сколько денег вы потратите на несколько очков, которые вам нужны для каждого конкретного расстояния. Ну, а там же, где линзы, там и оправы, ну, в общем-то, да, то дешевле выйдет. А еще один вопрос. Ну, одна оправа. Ну, да-да-да-да-да. А линзы? Сами линзы, я имею в виду, ну, не в очки, а в глаза, которые вставляются, они прогрессивные, ну, наверное, еще не изобретены или уже есть? Контактные линзы есть. Да-да-да, контактные линзы. Они работают немножечко по другому принципу, ну, именно само распределение зон, там не сверху вниз, да, как в очках, а там у нас такими как концентрическими кругами, и тут уже еще и ваш зрачок работает, швыряется, сужается, и какую зону он ловит. Но, в принципе, такая опция тоже присутствует. Очень интересно. То есть, какое хорошее изобретение придумали. Индусы, сразу. Нет, ну, это... А кто, кстати, придумал вот эти прогрессивные очки? В какой стране мира и откуда они пришли к нам? Из Франции. И, в принципе, первые появились в 1959 году. А, то есть, это не такое прямо вот свежее-свежее. Что ж так долго-то до Латвии доходило с 1959 года. А я вспомнил, ой, какое полезное изобретение. Это Иван Васильевич меняет профессию, вот откуда. А стенку в магазине тоже можно так приподнять. В магазине Филман, например, за прогрессивными линзами. Оптометрист Филман. Просто я напоминаю Валерия Бреская с нами на прямой связи. Как приятно поговорить со специалистом. Столько нового узнал. И про линзы, и про прогрессивные, и про контактные. Кстати, ведь часто очки могут просто поменять жизнь. Я помню, что у нас министр культуры была. Димакова? Димакова, да. Да, она говорила, что как раз вот эти очки ей очень… Ну, стали ее просто вот как бы как какой-то фирменный… Красные очки, да, неотъемлемая часть ее образа была, вне всяких сомнений, конечно. Часто ли вот такого рода удается подобрать такие, ну, вот удачные форму очков, вот от чего зависит форма линз? То есть можно ли вот как-то, ну, варьировать, попонимать, вот что больше подходит человеку? Я не знаю, вот есть ли какой-то стилист, условно говоря, вот в ваших магазинах, который бы мог что-то посоветовать, подобрать? Да, все наши сотрудники компетентны в этих вопросах, и, в принципе, выбор оправа ограничен только какими-то вашими, ну, предпочтениями и конкретно вкусом клиентов. То есть, если, например, тебе не хочется, чтобы очки на тебе прям выделялись, мы не предлагаем ничего из пластиковых вариантов, таких как бы кричащих цветов. Если хочется, чтобы все-таки это был аксессуар, то у нас есть большой выбор, в принципе, на любой вкус. Можно подобрать любые формы и классические, и что-то более современное. То есть, в принципе, мы всегда открыты для предложений, для дискуссий, просто важно понимать конкретно, что вы хотите. Ну, и невозможно не задать главный вопрос современности. Ваши магазины работают в штатном режиме, как всегда, как когда-то, при нормальной жизни? Да, мы работаем в штатном режиме, все наши салоны оптики открыты. Мы, конечно, соблюдаем все требования, педагогические требования. То есть, мы контролируем поток людей. У нас, конечно, происходит постоянная дезинфекция всех поверхностей, всего, с чем клиент имеет какой-то контакт. Кабинеты, в принципе, мы и до этого всегда дезинфицировали, потому что, как специалисты оказания какой-то первой медицинской помощи, то есть дезинфекторы, это у нас наша, в принципе, повседневность. Спасибо большое. Спасибо огромное. Оптометрист магазина «Филман» Валерия Брецкая сегодня с нами была на прямой связи. Спасибо за такую подробную интересную информацию. Доброго дня, приятных выходных и новых интересных вам оправ. Всего доброго, до свидания. Я, кстати, вспомнил, у меня есть дома одна неиспользованная, еще одно очень интересного цвета. Надо пойти линзы в нее вставить, не знаю, прогрессивные, наверное, тоже, в общем-то, вон распожимает. Ты сам у нас прогрессивный, прогрессивный. Ну, и хочется сказать, что у нас следующий час будет традиционно климат-контроль. И поговорим, кстати, продолжим тему огородов в центре города. Как раз Константин Рангс расскажет о том, насколько это распространено. Вот эти вот «Горилла гардени», то, что мы обсуждали. Ну, и давайте тогда отметим, я не знаю, наших друзей в Грузии. Они сегодня отмечают День национального единства. Гамарджоба Сокартвела, так сказать. И ни на что не намекаем, ни к чему не призываем, и надо быть осторожными и следить за здоровьем. Но все-таки в США сегодня День джин-тоника, а у нас сегодня пятница все-таки, как-никак. Утро на Болткоме